Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Жгучие цены. Почему самый популярный 95-й бензин за неделю подорожал почти на гривню? Разрушение в законе. Какими сюрпризами чревата неконтролируемая перепланировка жилья? На финише дело Кривоозерских копов передали в суд. Что еще, кроме убийства, накопали следователи? Топливный трамплин. Буквально за неделю цены на бензин взлетели вверх. Чем обусловлен этот тариф новогодний? Праздничным ажиотажем или валютными колебаниями? Где и почему кипят цены на горючее? Разбирались мои коллеги. В Ивано-Франковской области за неделю цена на 95-й бензин выросла на гривню. Степану приходится много ездить. Едва ли не каждый день он бывает на заправках. Заливает в бак все тот же 95-й. Правда, каждый раз цена новая. В понедельник заезжал, цена была на гривню меньше. Сейчас в середину заезжал на 50 копеек поднялось. Сегодня мы заезжаем, у нас снова на 50 копеек. Теперь мы вважаем. Если мы так месяц будем заезжать, то она, наверное, уже будет где-то по гривню 40. 50 копеек продлили. На какие? На все? На все. А мы, бачим, было 24,90. 9,25,95. Нет, два рази подростал. На сезонное подорожание не похоже, говорят водители. В Днепре цены на бензин тоже поползли вверх. В среднем топливо на разных заправках подорожало на 50 копеек за литр. Юлия каждую неделю заливает в бак 40 литров. Теперь это стоит 900 гривен. Говорит, придется или сократить поездки, или экономить на чем-то еще. С разницей с той, которая раньше была цена на бензин, и сейчас, конечно, это ощутимо. Ажиотажа на заправках нет. Запасаться в прок бензином автомобилисты смысла не видят. Говорят, сегодняшние цены заставляют задуматься, а не поставить ли авто на длительную стоянку или вообще продать. Пересаживаться будем на общественный транспорт. Каждый месяц смотришь какие-то изменения на заправках. Хотелось бы в меньшую сторону, но никак. Эксперты дают неутешительный прогноз. Повышение акцизов, рост минимальной зарплаты, рост курса доллара – все это, по словам аналитиков, провоцирует рост цен на топливо. Так как у нас нефть и бензин в основном импортные товары или привязанные к импортным ценам, то отсюда все истекает. Это начало, старт очередного витка инфляции. Где он остановится, никто не знает. Каким он будет, ну, я думаю, что для начала где-то в пределах, может быть, до гривны на литре, если все эти факторы негативные будут сохраняться. Если их влияние усилится, то невозможно, мы увидим более существенный рост, но это будет позже, условно говоря, к началу лета, зима – это традиционно сезон с низким спросом. За этот год цены на топливо в Украине поднимались уже более 10 раз. И если в январе тот же 95-й стоил всего 19 гривен, то сейчас за литр нужно выложить все 26. То есть бензин подорожал почти на 40 процентов и уверенно приближается к цене, по которой заправляются в соседней Польше, то есть евро за литр. Ирина Исыченко, Жанна Дучак, Елена Миндалюк. Подробности от телеканал Интер. У американского доллара свои американские горки. Сегодня впервые с марта зеленый преодолел отметку в 27 гривен на банковских торгах. В обменниках его продавали в среднем на 50 копеек дороже. В НБУ утверждают, что национализация Приватбанка здесь не при чем. Это временный курсовый скачок и виной всему повышенный спрос. Экспортеры доллары не продают, а компания, имеющая кредиты в иностранной валюте, для погашения займов, начали скупать американские банкноты. Чтобы сгладить ситуацию, Нацбанк продал сегодня почти 60 миллионов долларов. Элитная недвижимость, большая политика и многомиллионная сделка. СБУ и столичная прокуратура задержали мошенников, которые пытались торговать, нет, не квартирами, многоэтажками. Среди организаторов схемы и бывший сотрудник аппарата Верховной Рады. Елена Зорина выясняла, кто же за всем этим стоит. Отобрать и перепродать. Где-то квартиры, а где-то даже целый дом. Все объекты как на подбор в центре столицы. Вот один из них, элитный 18-этажный комплекс в Шевченковском районе Киева. Стоимость одной квартиры здесь стартует от 2,5 миллионов гривен. Чтобы продать новострой, дельцы придумали довольно хитроумную схему. Они представились как юристы компании, которые смогут помочь ввести дом в эксплуатацию. Таким образом, получили доступ к документам. И в дальнейшем уже мали смогу лишь подробкой одного документа, это протокол загальных сборов директоров, реализовывать эти помещения. Они достигли зарееструвать право властности на других людей на 7 объектов нерухомостей. Одним из организаторов этой схемы была женщина, причастная к одной из политических партий. Да что там, она помощник нардепа прошлого созыва. В подельниках был ее сын. Общая стоимость того, что намеревались продать эфиристы, 20 миллионов долларов. Схема с новостроями далеко не единственная. Мошенники промышляли и в других районах подделывали всевозможные документы. Вот что нашли у них при обыске. Вылучили и печатки, штампы, документы подробные, клише подписей посадовцев, печатки государственных установ, за допомогой которых они уже подробовали документы. Эти технические паспорты, эти доведки формы 3. Задерживали махинаторов, как в настоящем детективе в ресторане во время попытки договориться о продаже недвижимости. А обоим фигурантам предъявлено подозрение. Решается вопрос о мере пресечения, если вину докажут, им грозит до 12 лет тюрьмы. Елена Зурина, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Уловки застройщика. В Ривне бизнесмен, который вот уже 2 года, как жаждет построить многоэтажку в одном из красивейших парков города, придумал, как получить на это разрешение. Кто теперь просит для него землю? Узнаем от Инны Белецкой. Скандальная стройка в парке Славы. Вот так с ней боролись в 2014-м. Тогда строительство остановили. Спустя 2 года застройщик пытается зайти в парк по-новому. Теперь землю в парке Славы у депутатов просит областной союз ветеранов АТО. Территорию 8 соток возле этих брошенных бетонных блоков летом этого года суд признал незаконченным строительством. Хоть здесь нет совершенно ничего, даже котлована. Если это решение суда не оспорить, застройщик будет иметь право без аукциона получить этот участок в собственность. Вот только такое решение суда городские власти, видимо, ничуть не возмутило. Чиновники не делают никаких громких заявлений по этому поводу. А вот застройщик времени даром не теряет. Как выяснили активисты, в сентябре бизнесмен зарегистрировал 5 кооперативов для строительства в парковой зоне. Активисты бросились оспаривать решение суда. Пока же выходят в отпоеванный парк на субботники, облагораживают, сажают деревья. А в это время на сайте Ривненского горсовета всплывает проект решения без виз и подписей. О выделении бойцам АТО участка парковой земли уже под пансионат. Застройщик все тот же. К активистам, оставивающим парк, присоединяются представители 16 волонтерских организаций. В горсовете на сессии требуют от мэра прекратить беспредел. Выкористание в этой будильной афере участников антитеррористической операции и манипуляции бойцами – это моральный злочин, который вы, пане Володимир Евгеньевич, должны засудить. Наша позиция четко. Мы против будь-якого захлопления земель, мы против будь-якого будильства в рекреационной зоне. Пока все закончилось очередным обменом мнениями и любезностями, почему чиновники бездействуют и не дают команды вывозить строительный мусор из парка. Активисты не исключают, что городские власти и сами заинтересованы, и тайно лоббируют застройку парковой зоны, прикрываясь нуждами участников боевых действий на Донбассе. Мы будем следить за развитием ситуации. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Ривне. Украина сегодня передала 15 осужденных боевиков, так называемым ЛНР и ДНР. Это был жест доброй воли, который поддержал президент Украины, приурочили его к новогодним праздникам. Все подробности мы узнаем от Геннадия Вивденко. Все происходит на так называемой нулевой позиции между городком Майорском и оккупированной Горловкой. В автобусе 15 человек, в районе 17.00, вокруг много священников, которые желают поговорить с боевиками на той стороне. Те люди, которых мы сейчас передаем, о которых я уже говорил, это люди, которые обвинялись и совершали преступление по статье 258. Фактически простым языком терроризм. На их руках нету крови, мы об этом можем говорить утвердительно. Указ президента был, как знак доброй воли. Это не обмен, а просто передача осужденных на ту сторону. Среди них 6 женщин. Также люди, страдающие различными заболеваниями. Нормально относились в последнее время к вам? Нормально. Уже на той стороне много журналистов российских каналов. Бывшие заключенные выходят из автобуса с большими сумками. Украинская сторона такой передачи осужденных надеется таким образом продвинуть процесс обмена пленными, который, очевидно, застопорился. На сегодня говорим о том, что мы можем отдать 228 всех, кого законно можем отдать, чтобы забрать 48 человек. И мы это начали делать. Эти 15 человек, они входят в список, мы их не ловили просто там где-то на улице. А мы их взяли из этого списка и передаем. Почему их? Это женщины, это больные. На той стороне также побывали жены и матери некоторых пленных украинских бойцов. Пытались уговорить боевиков отдать их мужей и сыновей. Пока безуспешно. Простые солдаты. Не офицеры. И, извините, дети ждут дома, жены, мамы. Ну, на что мы можем надеяться? У вас там кто? Муж. Он был кем? Годитель. Военнослужащий, да? Да, военнослужащий. Мобилизован. Мобилизован. А когда он попал в плен? 9 февраля 2015 года. К моменту отъезда колонны слышны стрелковые очереди и выстрелы из гранатометов. Вокруг Майорска продолжаются бои. Украина сделала свой жест доброй воли, передала пленных на ту сторону. И теперь ожидает тех же самых шагов с той стороны. Однако пока такой инициативы не ощущает. Геннадий Вивденко, Иван Матриченко, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Украинский МИД за год направил в Россию более 200 дипломатических нот. Большинство касается освобождения политзаключенных и допуска к ним консулов. В МИДе подчеркивают, что Россия незаконно удерживает 17 украинцев. Участие в террористической группировке, а теперь и госизмена. Освобожденному полгода назад из плена боевиков полковнику Безъязыкову СБУ выдвинуло новое обвинение. Ведомство опубликовало записи переговоров, в которых якобы полковник Иван Безъязыков с позывным дядя Ваня обсуждает перемещение украинских войск и дает команды боевикам так называемый ДНР. В СБУ уверяют, что через две недели после того, как украинский разведчик попал в плен, он был завербован спецслужбами России и получил высокую должность в разведуправлении боевиков. Напомню, Безъязыкова задержали несколько недель назад. Апелляционный суд столицы рассматривал ходатайство защиты об изменении меры пресечения. Но выяснилось, что ни адвокаты, ни прокурор не знакомы со всеми материалами дела. Поэтому заседание перенесли на 16 января. В рамках еще одной статьи будем поддерживать данные обвинения, если справа уже дойдет к суду. Пока что мы поддерживаем кропотание следствия о выбрании меры избежного захода в заявку под варту. Захист сегодня за кропотание про перенесение заседания в связи с тем, что мы даже не были поведомлены про судовое заседание. Для того, чтобы нормально подготовиться, справа серьезная, полковник Усвити до 15 лет, по избавленной воли, поэтому нужно подготовиться. Полковник просил передать, что он никакого злощина не выполнил. Совет на безопасности и обороны займется защитой от кибератак. Об этом на заседании СНБО заявил президент. По словам Петра Порошенко, только за два последних месяца госструктуры подверглись 6,5 тысячам хакерских нападений. Из-за них недавно была нарушена работа и госказначейства в том числе. Виртуальные злоумышленники ранее уже пытались блокировать работу сайтов АЭС, аэропорта Борисполь и нескольких министерств. Винесение сьогодні на заседании Ради национальной безопасности и обороны питания кибербезпеки абсолютно актуально. У нас это касается не только министерств и ведомств. ГПУ задержала гражданина Молдовы за взятку в 75 тысяч долларов военному прокурору. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко у себя в Фейсбуке. По его словам, подозреваемый основатель крупной компании, деньги он предлагал за снятие ареста судна Skymoon и его груза. Это 3000 тонн соды крымского производства. Как известно, 1 декабря украинские пограничники задержали грузовой корабль под флагом Танзании, который незаконно заходил в порт аннексированного полуострова. Всего за время аннексии правоохранители зафиксировали более 600 плавсредств в портах Крыма, но из них задержали лишь 4 судна. Полицейский пытался ограбить банк в Харькове. Бывший сотрудник Академии Нацгвардии подполковник Дмитрий Черепок ворвался в отделение банка в маске с пистолетом в руках. Приставив оружие к виску кассира, мужчина потребовал отдать все деньги. Женщина не подчинилась, грабитель стушевался и ретировался. Свидетели нападения подняли шум. Находившийся неподалеку экипаж полиции после этого злоумышленника задержал. В Академии Нацгвардии подтвердили, что грабитель работал у них, но его уволили еще до этого инцидента. Новые улики и еще больше подозреваемых и шокирующие факты. Дело о Кривоозерских полицейских, которые избили и застрелили местного жителя, передали в суд. Об этом сегодня заявили в Николаевской областной прокуратуре. Все подробности узнаем от Кирилла Ющишина. Сегодня областная прокуратура официально завершила расследование убийства Александра Цукермана. Напомню, все произошло в ночь на 24 августа. Полицейские приехали на вызов жены, которая просила успокоить пьяного мужа, но тот никак не мог угомониться, оскорблял полицейских, угрожал им лопатой. Вместо того, чтобы задержать дебошира, правоохранители стали избивать жестоко. Дальше водитель опергруппы достал личный пистолет и выстрелил. После на жертву надели наручники. Александр Цукерман получил два пулевых ранения в грудь и умер на месте. После этого в Кривом озере поднялся настоящий бунт против полиции. Правоохранители едва не линчевали. Сразу после происшествия задержали шестерых подозреваемых. После допросов троих отпустили как свидетелей. Члены опергруппы Денис Ляхватский, Александр Причипойда и Николай Хоменко остались под стражей. Спустя два месяца Причипойда и Николай Хоменко выпустили под залог 120 тысяч гривен. Романа Богача, которого сначала освободили, затем взяли под домашний арест. В итоге в СИЗО остался только Ляхватский, стрелявший в Сукермана. Хочу также отметить тот факт, который нас вразил, то, что с каким цинизмом это происходило. На правом взятии подозреваемых Ляхватского были выявлены следы крови. Как подальше подтвердила эта экспертиза судово-медичная, эти следы крови належат потерпелему Сукерману. То есть, как было установлено в ходе дошелого расследования, Ляхватский в ходе затримания наступал своей ногой на горло потерпелему Сукерману. Один из подозреваемых, сержант полиции Александр Причипойда, отвечал в райотделе за оружейную комнату. В прокуратуре говорят, скорее всего, он будет проходить еще по одному уголовному производству. На момент перебивания при входе на данный посадок было втрачено некоторое, которое находится на данном сберегании в Кривозерском отделении полиции. Расследование убийства Сукермана затянулось на 4 месяца. Нужно было провести много экспертиз, говорят в прокуратуре. Дольше всего изучали сервер системы видеонаблюдения. Камеры установлены на супермаркете, и на них могло быть видеоубийство. Но, как оказалось, в ту ночь функция записи почему-то была отключена. Также понадобилось время, чтобы найти пистолет Ляхватского. Полицейский выбросил его в озеро, и водолазам пришлось обыскивать дно на ощупь. Пока дело находится в Кривозерском суде, но, скорее всего, его вернут в Николаев. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, телеканал Интер, Николаев. Арсен Аваков вместе с Валерией Гонтаревой и Арсением Яценюком стали лидерами рейтинга недоверия украинцев. Это результаты социсследования, проведенного фондом «Демократические инициативы» вместе с центром Разумкова. Места в антирейтинге распределились следующим образом. Главе Нацбанка не доверяют 80% украинцев. Экс-премьеру 72%. А сразу же за Яценюком идет глава МВД. Аваков ему не верит 71% респондентов. Часть парламентских партий отмывают средства, выделенные государством. Об этом сегодня заявил лидер социал-демократической партии Сергей Каплин на своей странице в Фейсбуке. По его словам, для этого используются мошеннические схемы, например, псевдорасходы на политическую рекламу. Каплин обратился в контролирующие и антикоррупционные органы с требованием проверить законность использования партиями государственного финансирования. Напомню, многомиллионную поддержку из госбюджета получили все парламентские политсилы. Отказался от госдотации только оппозиционный блок. Были осуществлены невероятно за своим мошенническим содержанием проводки. Буквально деньги выводились и отмывались силами парламентских партий. Я обратился к Министерству внутренних дел, к Генеральному прокурору, на ЗК, на БУ, во все антикоррупционные органы, которые были созданы или реформированы в текущем году, с тем, чтобы исследовали затраты каждой политической силы. И снова денежный вопрос. С 1 января провайдеры кабельного ТВ должны платить телеканалам за трансляцию их сигнала в своих сетях. Как это повлияет на возможность телезрителей смотреть отечественное ТВ после Нового года, выяснял Ярослав Кречко. От обязаловки к либерализации рынка с 1 января ведущие украинские телеканалы больше не будут входить в так называемую универсальную программную услугу кабельного ТВ. Еще в октябре Верховная Рада внесла изменения в закон о телевидении и радиовещании. Этот закон на самом деле он о либерализации рынка, о снятии с провайдера программной услуги нагрузки в виде на сегодняшние 24-25 телеканалов. И с другой стороны оно вводит действительно рыночные отношения между самыми популярными украинскими каналами и провайдерами программной услуги. Эти рыночные отношения, конечно же, дают телеканалам возможность дополнительно инвестировать в контент, дополнительно инвестировать в производство программ. Отныне украинские телеканалы смогут получать отчисления за трансляцию их сигнала в пакетах кабельного ТВ. Ранее провайдеры платили лишь иностранным каналам. Большинство операторов к новой практике отнеслись с пониманием. Наша компания изучила предпочтение всех наших абонентов, прислушалась к ним и приложила максимум усилий, дабы заключить все договора со всеми медиагруппами. После проведения опроса, естественно, мы не можем не пойти на встречу своим зрителям. Я уверен в том, что у всех провайдеров такие же абоненты, как и у нас, которые тоже хотят смотреть. И для бизнеса, наверное, клиенты это самое главное. Согласно данным провайдеров, порядка 80% телезрителей смотрят именно отечественные телеканалы. В надсовете по вопросам телевидения и радиовещания введение платы за доступ к сигналу считают обоснованным и первым шагом к созданию платного ТВ в Украине. Для кабельных глядачей это телевидение всегда было платным. Просто они, может быть, не всегда понимали, за что они платят. Или за то, что в их помешкание приходит определенная количество каналов, или за то, что они смотрят любимые каналы. Сегодня час формулировать и потребы глядачей, и потребы провайдеров, и потребы умовников. В надсовете подчеркивают, нововведение не касается зрителей, которые получают эфирный сигнал или спутниковый. Для тех, у кого кабельное ТВ, проблем тоже возникнуть не должно. Большинство провайдеров, и в частности Интермедиагрупп, уже подписали соответствующие договоры или на завершающей стадии их оформления. Ярослав Кричко, Геннадий Аникеенко. Подробности, телеканал Интер. Европейский Союз задерживает предоставление Украине без виза из-за позиции Франции. Об этом в интервью одному из интернет-изданий рассказал замглавы администрации президента Константин Елисеев. По его словам, без виз для Киева блокируют именно Париж. Но, как считает Елисеев, французы не затянут технические процедуры до президентских выборов в стране в апреле следующего года. На вопрос, возможен ли без виз весной, Елисеев не стал называть конкретный срок, но посоветовал всем набраться терпения. Бенемина Нетаньяху подозревают в коррупции. На израильского премьера завели уголовное дело. Соответствующее указание дал генеральный прокурор. В частности, главу правительства обвиняют в мошенничестве и взяточничестве в виде так называемых пожертвований со стороны бизнесменов. Еще одна статья обвинения касается нарушений при закупке немецких подводных лодок. Сам Нетаньяху все обвинения отрицает. Дело против Нетаньяху и геополитическая шумиха вокруг принятия резолюции ООН о запрете строительства еврейских поселений в Восточном Иерусалиме. Связаны ли эти события и почему Израиль всерьез поссорился с Соединенными Штатами? Подробнее расскажет Сергей Ауслендер. Накануне госсекретарь США Джон Керри произнес свою прощальную речь в Госдепартаменте. По поводу арабо-израильского конфликта, которому в этой речи было посвящено изрядное место, госсекретарь высказался в том духе, что при такой администрации, которая сейчас управляет Израилем, мирное решение проблемы невозможно. В этой же речи он объяснил, почему США не наложили вето на недавнюю резолюцию ООН по поводу Израиля. Несмотря на наши усилия, на протяжении многих лет решение «Два государства для двух народов» сейчас находится в серьезной опасности из-за терроризма, насилия, расширения поселений и бесконечной оккупации. Они лишь усиливаются, уничтожая надежды на мир. Речь эта вызвала в Израиле столь же бурную реакцию, сколь и недавняя резолюция. Министры израильского правительства обрушились на Керри с критикой, что он говорил исключительно о поселениях, игнорируя саму первопричину конфликта. Я должен выразить свое глубокое разочарование в связи с речью Джона Керри. В речи якобы о мире между израильтянами и палестинцами секретарь Керри лишь вскользь упомянул о кампании терроризма, которую развязали палестинцы против еврейского государства. Большая часть его речи была посвящена обвинениям Израиля в отсутствии мира. Он даже осудил желание евреев жить на своей исторической родине и в своей вечной столице Иерусалиме. В самый разгар осуждения резолюции ООН и речи Керри как-то не очень замеченным осталось одно любопытное сообщение. Оказывается, юридический советник правительства, это такая должность, что-то вроде генерального прокурора, дал полиции разрешение допросить премьер-министра Бениамина Нетаньягу по одному очень важному делу. Оказывается, полиция уже 8 месяцев ввела проверку в отношении высокопоставленных чиновников, в том числе и главы правительства. Теперь правоохранители посчитали, что у них достаточно улик, чтобы начать официальное расследование. И вот здесь появилась любопытная версия, что вся эта громкая шумиха вокруг резолюции не более чем операция прикрытия для того, чтобы отвлечь общественное мнение от очередного скандала в высших эшелонах власти. Но, повторюсь, это пока всего лишь версия. Во всяком случае, дата допроса еще не назначена. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер. План мирного урегулирования в Сирии. Сегодня формально он вступил в силу. Каковы его основные пункты? Принесет ли он действительно мир? И что станет СИГИЛ? Подробнее в сюжете. Сирия должна стать федерацией под контролем алавитов. Это исламское течение, которое поддерживает Башара Асада. Страна в будущем будет разделена на три зоны. Таков черновик предварительных договоренностей по мирному урегулированию конфликта. Документ разрабатывался под эгидой Турции, Ирана и России. Все это может произойти уже до Нового года. Лидеры стран выразили свою готовность. Мы находимся в постоянном контакте. Соглашение о прекращении огня подписано, но вступило в силу с ноля часов сегодняшнего дня. С ним согласны представители оппозиции и в Дамаске. В Кремле заявили, что готовы существенно сократить группировку войск на территории арабского государства. Цифры, правда, не уточнили. В Ангаре тем временем рассказали о своей позиции относительно радикальных исламистских группировок. Но лишь тех, которые не входят в состав ИГИЛ. Разная группа иностранных наемников, которые приехали в Турцию, должны вернуться обратно, а Хизбалла уйти в Ливан. О перспективах ликвидации ИГИЛ сегодня не было сказано ни слова. Катерина Кровец, подробности, телеканал Интер. Четверо детей погибли. Еще одна 12-летняя девочка сейчас в больнице. Трагедия произошла сегодня в одном из районов столицы. Загорелся двухэтажный деревянный дом, где проживала молодая семья. Как выяснили правоохранители, дети в доме находились без присмотра взрослых и были из разных семей. Сейчас открыто уголовное производство. Причину пожара устанавливают. Вы смотрите подробности. И вот, что у нас во второй части. Маскировка наше все. Где сигаретные контрабандисты прятали самую крупную за этот год партию товара? Президент говорит, как Джон Кеннеди и Рональд Рейган помогают Дональду Трампу готовиться к инаугурации. Очередь в детские сады Украины исчезнет в ближайшие годы. Уверенность в этом выразил премьер-министр Владимир Гройсман во время открытия дошкольного заведения в одном из районов Киева. На деньги, которые городские и поселковые бюджеты получат в результате финансовой децентрализации, местные власти смогут построить достаточное количество детсадов, заверил глава правительства. Казна столицы, например, только в этом году стала богаче на 7,5 миллиардов гривен. Часть этой суммы, почти 90 миллионов, мэрия выделила на детский сад, строительство которого было заморожено уже более 20 лет. Теперь здесь есть бассейн, актовый зал с проектором и мультимедийным экраном. А в самом помещении утеплили полы. Принимать детей, а их здесь будет около 260, заведение сможет уже после рождественских праздников. По всей территории страны открываются сейчас детские садки. Это стало возможным, в том числе, когда государство провела финансовую децентрализацию. Детки маленькие стоят в чергах. Это непрепустимо для страны. Хочу, чтобы меня слышали сегодня все. Мои главы, селищные главы. Коллеги, это преоритет. Надо сделать все, чтобы в перспективе 2-3-4 лет, где у кого есть проблема, а черги были в детские садки ликвидированы. По сравнению с прошлым годом, мы увеличиваемся вдвече финансирование обучения. Мы будем еще раз общаться, чтобы выработать механизм, чтобы инвестиции также были в детские садки, не только за муниципальные деньги, это не обучалось, так и бизнесмены вкладывали деньги. Из двушки в трешку и наоборот. Отныне можно делать любую перепланировку и в квартире, и в комнате общежития, и никаких купленных справок, никакой бюрократии. Но вся ответственность за дизайнерский креатив лежит на собственниках квартир. Есть ли подвох в этой архитектурной либерализации? Давайте посмотрим. Юлия с семьей живет в общежитии в Днепропетровске уже больше 15 лет. Семь из них пытается приватизировать комнату. Пока безуспешно. Все из-за ремонта. Несколько лет назад отделила жилую комнату от санузла с ценой. Говорит, перепланировки никакой не делала, но это теперь нужно доказать. Приватизировать комнату мы не можем из-за того, что мне отказывают, что нужно узаконить вот эту послойку. Потому что БТИ, говорят, все подавайте на суд. Теперь Юлия сможет продать свою квартиру в общежитии без какой-либо бумажной волокиты. Впрочем, разрешены и перепланировки. Правительство упростило правила пользования помещениями и приравняло жилье в общежитиях к квартирам. Согласно постановлению, переделывать можно все на свое усмотрение. Кроме несущих стен или инженерных систем общего пользования. Для такого глобального ремонта документы по-прежнему необходимы. Если это в гуртожитке, есть властник, который держится помещение, он должен четко знать, что будет перепланировано на основе проекта. Но уже, так сказать, дополнительно за дозвольными процедурами, до архитектурно-будивальной инспекции, если это относится, в целом, практически несуттевого, изменения в квартире, то, например, будет. Скорее всего, эти правила дадут возможность исключить коррупционную составляющую в тех вопросах, которые, в принципе, никогда не являлись серьезными. По-другому эти вопросы не решаются. То, что получить справку можно было незаконным путем, подтверждают многие примеры. В 2012-м, согласно закону, спецразрешение нужно было получать не только на перепланировку несущих стен, но и любых других. Тогда один из жителей Житомира решил построить себе мансарду. Получил все документы и снес стену. В результате обвалился весь дом. Он не имел права делать перепланировку без согласия соседей. Ему архитектура выдала документы незаконно, потому что он не имел согласия нас. Теперь всю ответственность за последствия перепланировки будет нести тот, кто делает ремонт, предупреждает адвокат. Если же человек не разбирается, где несущие стены, а где нет, лучше все-таки согласовать проект и обратиться за помощью в специализированную строительную компанию. Тогда в случае ЧП ответственность понесут все стороны. С одной стороны, государство пытается либерализировать регулирование, но тут же сталкивается с другими проблемами. Как только государство какой-то сегмент отпускает на самотек и разрешает людям самим принимать те или иные решения, люди начинают этим злоупотреблять и, пользуясь случаем, нарушать законы. Злоупотреблять либерализации закона архитекторы не рекомендуют, тем более в старых общежитиях. Говорят, есть большая вероятность, что после долгих лет эксплуатации даже снесение обычной перегородки может привести к трагедии. Ольга Рыцарь, Елена Миндалюк, Андрей Анастасов. Подробности телеканал Интер. Контрабандный рекорд. Через украинско-польскую границу пытались провести 300 ящиков с сигаретами. Это крупнейшая партия, которую удалось выявить пограничникам за последний год. Так где же контрабандисты прятали груз на этот раз, узнаем от Галины Якушко. Рекордную партию контрабандных сигарет задержали на пункте пропуска Рава Русская. В грузовике мужчина пытался перевезти через украинско-польскую границу около 150 тысяч пачек сигарет. Товар везли из Украины в Европейский Союз. Цена партии около 85 тысяч долларов. На выходе заработок был бы в несколько раз больше. Операцию спланировал один человек. Сначала два раза переехал границу пустой, а уже на третий раз с контрабандой. Но пограничники не сплоховали. Новые выработки перевозили в коробках, обкладанные вказанными топливными палетами. Поэтому в зону не можно было сказать, что это едут сами дютюновые выработки. А в зону не было схоже действительно на палеты. И, соответственно, шляхом прощупывания, щупом выявили. Грузовики сигареты изъяли. Теперь контрабандисту грозит штраф. Его размер определит суд. Пограничники говорят, нарушители придумают все новые и новые способы нелегальной переправки сигарет через границу. До чего только не доходило. И летальные аппараты запускали, и подземные туннели рыли, а сейчас следят за пограничниками. Наблюдатели, так называемые фишки, отслеживают перемещение пограничных отрядов и предупреждают контрабандистов. А для пересечения кордона используют специальные приспособления. Недавно на пункте пропуска Шигини сигарету пытались провести вместе с лошадьми. Трех племенных скакунов перевозили из Канева в Германию. Пограничники решили осмотреть грузовик, вывели лошадей. А в стенках прицепа обнаружили аккуратно сложенные в сумке более 4000 блоков сигарет украинского производства. За последний год удалось предотвратить перевозку около 5 миллионов пачек сигарет. Каково общее количество контрабанды, никто оценивать не берется. Галина Якушкина, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов. Граната для экс-полицейского. В Черновцах неизвестные бросили боеприпас во двор дома, в котором, по информации СМИ, живет бывший начальник отдела внутренней безопасности областного управления полиции. Это произошло около трех часов ночи. Прозвучал взрыв. Ни владелец дома, ни соседи не пострадали. Взрывом повредило лишь забор. В полиции комментировать произошедшее отказались. В пригороде Рима прогребел мощный взрыв, в результате чего обрушился двухэтажный жилой дом. Погибли двое жильцов. Сорокалетняя мать и ее восьмилетняя дочь. Под завалами оказались еще несколько человек. На место трагедии прибыли спасатели. Спустя примерно час из-под обломков здания были извлечены двое пожилых жильцов. У них ранения различной степени тяжести. Сейчас они находятся в больнице. По предварительным данным, причиной аварии стал взрыв бытового газа. На борту Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем, не было взрыва. Так уверяют в Министерстве обороны России. Говорят, это подтвердила предварительная расшифровка черных ящиков. Вместе с тем, официальную версию причин катастрофы огласят только после обработки данных со всех бортовых самописцев. А на это может уйти еще месяц. На поверхность уже подняли основные фрагменты самолета. Обнаружены тела 19 погибших. 17 из них отправлены в Москву на экспертизу. Напомню, самолет направлялся в Сирию. Он потерпел крушение сразу после вылета из аэропорта Адлер. На борту находились 92 человека. Никто не выжил. После предварительных расшифровок первого накопителя, мы сделали выводы о том, что теракта, ну во всяком случае взрыва на борту не было. Это я могу сказать вам точно. Ну, теракт это же не только взрыв. То есть могут и какие-то другие быть причины. Поэтому мы пока эту версию не снимаем с исследований. Военный вертолет США потерпел крушение в Техасе. На его борту были двое военнослужащих. Они погибли. Вертолет упал в залив Галвистон. Региональные экстренные службы проводят поисковую операцию. Информацию о том, что вертолет действительно выполнял полет в этом районе, подтвердили представители военно-воздушных сил США. Вертолет принадлежал Национальной гвардии Техаса. Причины крушения на данный момент неизвестны, они выясняются. Главная речь года. Своё выступление на инаугурации Дональд Трамп пишет лично. Об этом его команда рассказала сегодня прессе. Говорят, в качестве образца новоизбранный американский президент взял речи Джона Кеннеди и Рональда Рейгана. Силовики тем временем обеспокоены. Чем именно, каких угроз они пытаются избежать и сколько потратят на безопасность, узнаем от Дмитрия Анопченко. Обойдется ли 20 января в день инаугурации без беспорядков? Силовики этим очень обеспокоены. Нью-Йорк Таймс выяснила, спецслужбы напуганы возможностью столкновений. Мол, Америка все еще очень разобщена из-за выборов. И противники Трампа могут именно в день инаугурации устроить протесты в Вашингтоне, чтобы испортить ему праздник. Не могу и представить себе инаугурацию, более сложную с точки зрения обеспечения безопасности, чем это, сказал журналистом бывший глава американского департамента внутренней безопасности Майкл Чертов. В итоге пойдут на экстраординарные меры. Задействуют всех, кого только могут. Три десятка разных силовых структур. Что, понятное дело, обойдется недешево. По самым скромным подсчетам будет стоить стране 100 миллионов долларов. Мы начали все планировать еще несколько месяцев назад, до того, как стало ясно, кто именно будет избран. И просто решили действовать по аналогии с прошлыми инаугурациями. Но теперь приходится добиваться координации действий самых разных ведомств. О многих деталях мы до сих пор еще договариваемся. Но помимо угрозы массовых протестов, есть еще один риск, о котором силовики куда менее охотно говорят вслух. Опасность терактов. Американские спецслужбы даже совместный штаб создали. И все из-за информации о том, что исламисты могут попытаться именно в день инаугурации организовать преступления. Такие, как были в Ницце и Берлине. Предугадать, где и когда фанатик на грузовике попытается врезаться в толпу, просто невозможно. А значит, единственный выход, и на это пойдут, перекрыть все движение. И взять центр Вашингтона в плотное полицейское кольцо. Чтобы исключить саму возможность любых ЧП. В день, которого страна ждет с нетерпением, поводы для которого такие разные. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко. Американское бюро телеканала Интер. Между тем, исламисты снова угрожают Европе терактами. Пугают нападениями в новогоднюю ночь, когда на улице европейских городов выйдут тысячи человек. Готовы ли к атакам спецслужбы, выясняла Юлия Мендель. Празднование Нового года в Брюсселе пройдет вот в этой пешеходной зоне, на одной из самых шумных площадей города, Дебрукер. Развлекательные мероприятия начнутся в 8 вечера. И в этом году таки планируют запустить фейерверки, которые отменили в прошлом из-за террористической угрозы. Едва ли не каждая европейская столица праздновать Новый год собирается с размахом. Так, в Париже общественный транспорт будет работать всю новогоднюю ночь бесплатно. Кажется, Европа хочет показать, что не боится терроризма. Но угроза существует. На одном из интернет-ресурсов, который поддерживает исламское государство, сегодня появился призыв к мусульманам в Европе не выходить на празднование Нового года. Радикалы предупреждают устроить теракты в разных европейских странах, в знак мести за отбитой коалицией Масул. Джихадисты угрожают нападениями в многолюдных местах. Полиция пытается сыграть на опережение. В Испании накануне задержали двоих мужчин по подозрению в исламистской пропаганде. Это граждане Гамбии и Марокко. У них дома нашли большое количество патронов к автомату Калашникова. Но в сердце Европы Брюсселе утверждают, что все под контролем. У нас нет чрезвычайной ситуации. Мы предприняли меры безопасности для празднования Рождества и Нового года. И полностью контролируем ситуацию. И рынки, и торговые центры, все открыто и все работает. Власти пытаются вернуться к нормальной жизни. К дополнительным мерам безопасности европейцы уже привыкли. Но люди не верят, что они полностью защищены. После мартовских терактов на улицах города появились солдаты. Я не очень-то верю, что это может помочь. Я думаю, что солдаты это скорее мишени. Не думаю, что они могут что-то предупредить. Из-за постоянных угроз исламистов и последних терактов праздники для европейцев проходят в атмосфере настороженности. Юлия Мендель, Вадим Сверидонов. Подробности Брюссельское бюро телеканала Интер. А иракские силы начали новую серию наступлений на позиции террористов в Масуле. Во время так называемой второй фазы операции войска пытаются проникнуть в восточные районы, чтобы отбить последний большой город в Ираке. Пока что взять его не удается. Боевики оказывают сопротивление. Сейчас войска подошли к реке Тигр, которая разделяет Масулы. Чтобы заблокировать продвижение ИГИЛ, уничтожен последний мост. ООН предупреждает, что это может усложнить эвакуацию более чем полутора миллионов мирных жителей. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон может стать следующим генсеком НАТО, в зависимости от того, будет ли выдвигать его кандидатуру Тереза Мэй. Близкие к Кэмерону чиновники заявляют, что Лондон только выиграет от его возвращения на политическую арену. Также есть информация, что экс-премьер готов рассмотреть такую возможность. Великобритания занимает сильную позицию в НАТО, поскольку является крупнейшей и наиболее значимой страной в военном плане после США. Кроме этого, Лондон стремится занять более активную позицию в Альянсе после выхода из состава Европейского Союза. Какой транспорт будущего разрабатывают голландские изобретатели? Как белорус сел на шпагат между двумя движущимися самосвалами? И куда бежать, если ветер унес с собой вашу годовую зарплату? Об этом и не только в нашем обзоре. В Китае открыли самый высокий в мире подвесной мост. Наивысшая точка моста Бэйпинццянь расположена в 565 метрах над землей. Его длина составляет 1341 метр. А вся эта конструкция является частью скоростной трассы, соединяющей города Хуанчжоу и Джуйли. Строительство обошлось почти в 150 миллионов долларов. Уникальный подводный робот исследует Антарктиду. Устройство – настоящий гид по недоступным ранее водам Антарктики. Его можно запускать под лед через пробуренные скважины на глубину до 3 километров. Робот фиксирует кислотность, уровень кислорода, солености и температуру морской воды. А также исследует антарктическую экосистему. Голландские изобретатели работают над транспортом будущего. Капсулой «Гиперлуп» уникальная система позволит путешествовать внутри труб с пониженным давлением почти со скоростью звука. В основе движения – магниты, что делает этот транспорт энергоэффективным. Капсула весит 149 килограммов и разгоняется до 300 километров в час. В планах инженеров – достичь скорости 750 километров. Необычный флешмоб устроили интернет-пользователи, фотографируя реакцию своих питомцев на похвалу. Все началось с этих двух снимков. Парень опубликовал фотографии своего пса до и после того, как сказал ему, что он хороший мальчик. Идея настолько понравилась его друзьям и незнакомцам, что они начали проделывать то же со своими животными. Китай и незнакомцы пришли на помощь человеку, годовую зарплату которого унес ветер. Несчастный снял свои сбережения и покинул банк, держа в руках наличное и собаку. Разлетелись 25 тысяч юаней. Мужчина запаниковал и попросил помочь. Прохожие из сотрудники банка собрали купюры. Все деньги были возвращены владельцу. Каскадер из Беларуси сел на шпагат между двумя движущимися самосвалами БелАЗ. Денис Блохин повторил знаменитый трюк Ван Дамма. Карьерные самосвалы грузоподъемностью 180 тонн просто огромные. Поэтому выполнение трюка было более сложным. Новогоднее танцевальное шоу наблюдали жители Минска. Тракторы исполнили танго и вальс под музыку Георгия Сверидова и Ричарда Клайдермана. Так тракторный завод решил устроить для своих рабочих и горожан новогодний праздник. И удивить их техникой собственного производства. Польша выкупила уникальную коллекцию у частного фонда. Речь идет о собрании фонда князей черторысских. Среди раритетов знаменитая дама с горностаем Леонардо да Винчи. Это единственное полотно художника, которое находится в Польше. Всего в коллекции 86 тысяч музейных и 250 тысяч библиотечных экспонатов. Это книги, рукописи, гравюры. Общая стоимость коллекции по различным данным от 700 миллионов долларов до почти 2,5 миллиардов. Расходы на покупку экспонатов включены в бюджет Польши на следующий год. Это все новости к этому часу. Я желаю вам побольше хороших новостей. Прощаюсь до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok